Портал «Такие дела» и «Лентач» «Большая земля» при поддержке Тинькофф Бизнеса представляет. Дальний Восток России. Здесь любой желающий может получить бесплатно гектар земли и начать свое дело. Пускай все говорят, что это невозможно. Но мы, Митя Олешковский и Борис Акимов, при поддержке Тинькофф Бизнеса проверим это на себе, возьмем гектар и создадим успешный бизнес с нуля. Взяли мы и отправились на Дальний Восток, чтобы здесь взять гектар и начать свой бизнес здесь. Едем! Биробиджан наш! Это еврейская автономная область. По всем показателям она находится на последнем месте среди всех регионов России. Мы понимаем, что для того, чтобы взять гектар в еврейской автономной области, нужно сначала понять, что такое еврейство здесь. И здесь должны прогуливаться люди с семьями, здесь должны быть открытые кафе. Здесь ведь ничего нет. Я в Джарабах в Волгейме был, там евреи вышел в казачьей форме, говоря сюда еврите. Вот это евреи, вот это я считаю, да? Всем привет! Мы продолжаем поиски дальневосточного гектара в самом экономически и социально неразвитом регионе России, еврейской автономной области. Сегодня мы едем под село Найфельд, которое находится около Биробиджана, где мы нашли кусок земли, вроде бы как свободный. Посмотрим, что можно в нем сделать. Но по пути в Найфельд есть село Вальгейм. Вообще, обратите внимание, какие названия. Еврейская топонимика. Да. Говорят, живет некий мифический, полу-мифический персонаж, который вроде бы из Израиля вернулся сюда в область и при этом стал казаком. Вот русские люди в широком смысле бороздят не только космические просторы, но и просторы своей необъятной родины, не только своей. И вот человек из Ближнего Востока вернулся на Дальний Восток, стал казаком здесь. Поедем и проверим это. Еврей, который уехал отсюда из области в Израиль, а потом вернулся сюда и стал казаком. Вот в этот момент как-то у меня в голове сложился пазл. В каком-то смысле, да, вот еврейская автономная область, это же анекдот. Не стоит привязываться вот к каким-то штампам. У нас здесь все очень серьезно удивляет. Все оказывается совершенно не таким, каким нам это казалось издалека. Мир очень многогранен, многообразен и гораздо более сложно устроен, чем каждый раз нам кажется, вот в любом случае. Добрый день. Добрый день. Смотрите, а где найти еврея-казака? Казак? Понятие. Смотрите, а вы знаете еврея-казака? Хорин, кто-то здесь живет. Кто? Еврей-казак. Один был, мог только разговаривать по-еврейски. Как он, что ли? Может быть, тут мы не знаем. Я так думаю, что это только он. Здорово. А не знаете, где-то говорят, нам сказали, что где-то здесь живет еврей-казак. 50 рублей. Это точно еврейские места. Какие вы меркантильные здесь в Альгейме? Скажите, а где живет еврей-казак? Ну, вернулся из Израиля и стал казаком. Не знаю, извините, я тоже не знаю. Не знаете? Нет, не знаю. Тогда мы купим у вас сосиску в тесте. Альга, а то у нас сосиски, у нас кинтестерская нафта. Говорите за деньги им все. Я их уже развел. Вы же точно еврей-казак. Я им говорю, вы же меня искали, а они говорят, нет у тебя. А вы не знаете, где здесь живет казак-еврей? Не говорите, без меня. Казак-еврей? Почему? А потому что вы должны знать, что казак-еврей был, живет. А где нас живет? Видите, Капул называется? Первый человек. Пойдемте в Капул. Мы знаем, не живет. Спасибо. Спасибо. Не далеко. Давайте, удачи. Мы сюда приехали для того, чтобы постараться в самом сложном регионе, во-первых, взять эти гектары бесплатные. А у вас чем хозяйство занимается? Животного отца. А покажете хозяйство? Да, это надо будет проехать. Давайте поедем. Мы приехали на ферму к Виктору Каплуну. В общем, будем смотреть, как здесь живет хозяйство, как себя чувствуют коровы, как производится молоко и вообще, как это все здесь функционирует. Удивительно чисто. Удивительно чисто. И эти все противы, и все здесь жертвы. Скот свой. И своя молодшая переработка. И свиноферма еще. Свиноферма? А сколько коров? Там где-то в районе 130 евро сейчас. Два коровника, вот такой большой сеновал, там грибная яма, и все это один человек обслуживает вообще. Все автоматизировано. Это вот удивительно. Причем, сколько каждый месяц экономится на зарплате сотрудников, на вообще, ну просто на необходимости искать людей. Кадры, кадры. Кадры. Это же самая главная проблема. Где найти тех людей, которые сделают то, что надо, в те сроки, которые нужно. Здесь это решается благодаря автоматизации. Это вот наука тем, кто хочет заняться сельским хозяйством, что пренебрегать автоматизацией, прогрессом нельзя. Ну что, шалом, Виктор. Все любо? Любо. В общем, мы наконец-то нашли еврея-казака, о котором нам рассказывали все вокруг. Это оказался Виктор Каплун. А вы здесь родились? Да, родился здесь. И школу здесь закончил. Потом поступил в пединститут. Два года отучился на педагога. Педагогика психологии начального обучения. Забросили потом? Нет, я уехал в Израиль. В моих планах было делать военную карьеру. И российская армия на тот момент разваливалась. Это 99-й год. Возвращались мои сверстники, допустим, чуть постарше, да, с армией. Говорили, мы там заборы красим, там, листочки. То есть, меня это не устраивало. Я хотел конкретно идти обучаться чем-то. Мне было на тот момент уже 19. Прекрасно девочек. Ну, как бы туда хотел, в израильскую армию. Я и грезил еще, наверное, лет, ты, так, наверное, скажем, с 14, наверное, с 15. Израильская армия. Израильская армия. Она где-то вот в своем вот ракурсе построена на принципах, основанных где-то на казачестве даже. Можно сравнить. В общем, взять русскую, просто русскую. Дедовщина. Кажется сам по себе. Взять израильскую. Братство. Никто никого не оскорбляет. Любое подразделение, оно единое, как кулак. Нету никаких там дрязг. То есть, уже духовно-моральная, психологическая подготовка уже другая идет. Ты знаешь в своем подразделении, что ты один не останешься, тебе всегда стыл прикроют. То же самое в казачестве. Ты знаешь, что брат твой казак, он тебе всегда прикроет тыл. За тебя горой. Но вот вы когда туда отправились, в Израиль, вы себя идентифицировали именно как евреи и иудеи? Я присягу в армии принимал на Новом Завете. Можно и на ветху, можно и на новую. То есть, естественно, я выбрал Новый Завет. Но я крещённый не был, но иконы у меня в кармане всегда с собой были. Приезжал сюда в отпуск с армии и сразу покрестился. И когда у тебя иконы в кармане, ты понимаешь, вот секунду назад тебя сейчас должны были пристрелить. Кто-то уладил, ну, то есть, Господь на небе, допустим, уладил, чтобы тебя тут не пристрелили, потому что в любом случае ты в бой идёшь с молитвой. Спецназа, с которым он служил там уже лет десять, там, постоянно в горячую точку, всё равно боится. У нас есть инстинкт самосохранения, как можно не бояться. Не бояться, я говорю, просто если там шизофрения была, я тогда, да. Бои были, в принципе, каждый день перестрелки ежедневно. Я воевал с террористом. Всем, кто берёт оружие, идёт убивать детей. Так это может быть такой же психопат и русский, который возьмёт оружие и пойдёт убивать детей. Ну, такие бывают, да. Мы его уберём, то есть, какая разница. Девять вечера, перестрелка до четырёх утра, всё, молитва у них в четыре глаз начинается, они, кстати, все на молитву убежали. Как себя можно почувствовать евреем, допустим, ну, понятно, что я жил там, всего еврейское, там, имеет название, туда-сюда. Да я ни разу не был сенабыем. Чтобы быть евреем, нужно верить. Именно в еврейскую веру. То есть, сегодня, да, там, кто-то там, вот, евреи, такие-сякие, ну, как такие-сякие, ваши все, вот, апостолы, самый бог ваш, ну, наш, то есть, все были евреи, по идее, да? Да. Что же вы тогда наезжаете на еврея-то? Казах, в первую очередь, это воин. Во вторую очередь, это пахарь. Что такое крестьянин? Он, в первую очередь, пахарь, потом он воин. А вы воин? Ну, по духу, конечно. Понимаешь, постоянно казах тренируется, обучает своих детей к войне, готовит, допустим. Ну, казах всегда должен быть готов к войне. Дай богу, если просто ее не было, никто ее не видел. Пока нет войны, допустим, на горизонте, мы в трудах своих воюем каждый день. Ну, как казах, кажем всегда. Земля, все, тренируюсь постоянно. То есть, земледелие и война, как бы, ну, в принципе, это то, что объединяет казах и казаха. Ну, да. Делает казака. У нас шурокая душа русская. Казака такой человек, если он вот уедел беспредел на улице, он мимо не пойдет. Он всегда встает на защиту правды. Ну, вот если у вас тут будет митинг не санкционированный, казаки, что будут делать? Надо митинг санкционировать по закону. А если они не дают? Ну, не дают, досидите дома. То есть, сложный вопрос, да? Молодежь у нас снаркоманилась, спиваются, не видят цели в жизни. Родители сегодня работают, дети сами по себе. И некому их просто направить, скорее всего. И вот не прививаясь, а ребенку дух. Люди сегодня недуховные, они не могут на себя взять ответственность. Они просто ее разучились брать на себя ответственность. Вообще никакой мотивации нет. Это бесполезно. Вот они пьют спирт вот этот технический. Лосьоны там для продирания лица. Боярышник. Потом мрут. Объясняешь, да, да, он вроде сидит, головой кивает, я все понимаю, туда-сюда. Но они не могут, они уже слабые, все. Но у него своя правда в голове. Родители алкоголики, сам алкоголик там, еще что-то. Не дали, не воспитали, не досмотрели, на самотек пустили, все. Но у него нет души, у него нету стеренок характера. Он не понимает вообще, что такое собственность. Он не понимает, что такое ответственность. Просто. Вот у нас сегодня, я не говорю, по деревням взять, процентов 20 это зомби. Просто зомби. На самом деле, в плане сельского хозяйства, допустим, наша область сегодня в большом упадке. Серьезно? Все поля распаханы? Распаханы все поля кем? Китайцами. Могли бы и руки попахать. Безусловно. Если бы была поддержка достойная от государства. Мы сегодня даже вообще не в конкурентной теме, мы не можем конкурировать. И вот сейчас пришла пора, осень, нужно платить кредиты. Те, кто закупает сою у нас, снижают цену, потому что у нас безвыходная ситуация, нам нужно платить кредиты. Но мы в любом случае это все будем сдавать. Я ферму-то построил, так в 2015 году мы ее запустили, а дача будет не ближе 2020 года. Мы сейчас просто работаем на то, чтобы ее развивать. Да, в убыто. Но их денег вообще не хватает. На запчасти. Но хотелось бы, конечно, и рабочим больше платить. Но как может тракторист целый день впахивать в поле и получать 16 тысяч? Сегодня здесь нету звероводства. Куницы, лисы, песец. Штыги бери, ставь в клетки, огораживайся и спокойно можно звероводством заниматься. Поставьте свой цех по переработке меха. Он сегодня под всеми болотами гравий чистый. Можно сделать карьер-разводитель. Естественно, любой бизнес, он требует капитальных вложений. Естественно, если ты сначала вкладываешь, потом ты получаешь, через какое-то время я продался, получаешь прибыль. Сделал артезианскую скважину, поставил цех по розливу воды. Триллиум, в Китае, куда хочешь, где в регионы, где с водой напряги. В Китае в основном на что идет? Соя, мед, кедровый орех. Чистый, натуральный русский продукт. Если такую сеть, допустим, запустить, торговую по Китаю, особенно на юге, спросом будет пользоваться только на урэдом. Нужно съездить в Китае, где-то найти партнеров, с ними обговорить, у кого есть торговая сеть. Где-то он поставит свои полки, где будет написано, там, Made in Russia, там, чисто натуральный, экологический, чистый продукт, никаких там это самое. Я думаю, китайцы будут брать только на урэд. Там с тобой больше стоит поездок в Китае. Но здесь просто надо поработать. То есть сегодня только самый ленивый может выжить в нищете в России. Мы, на самом деле, с такой идеей сюда и приехали, что Россия вообще, а тем более Дальний Восток, это огромная возможность. Именно потому, что мало что есть. Вообще иногда ничего нет. Иногда это просто пустота какая-то. А в пустоте, в общем-то, проще сделать, если у тебя есть желание, сила, воля. Сегодня же вообще сама идея гектара, не восточная, чтобы вернуть сюда население. Если такое сообщество создавать, то должна быть какая-то идея. Ценности общие, конечно. Да, общая ценность, идея. Какие у вас ценности жизненные? Какие жизненные? Работа, семья, родина, вера. Какие ценности могут быть еще? Честно, с порядочностью. Глокоша. Тавоу мизрах рахок. Тавоу мизрах рахок. Не для меня. Я, между прочим, еще и кандидат философских наук. Серьезно? Да. И когда я защищал кандидатскую, я прочитал такую книжку Бердяева, великого русского философа начала 20 века. о свободе хозяйственной деятельности. И вот через эту книгу я ушел в предпринимательство. Потому что для меня бизнес – это вот по-бердяевски свобода творчества. Возможность преобразовывать реальность вокруг себя в лучшую сторону. Но есть вещи, которые абсолютно для меня неприемлемы, неприятны, вызывают аллергию. Это все, что касается бумажной работы, бухгалтерии, сдачи отчетности. Вот ни мне, ни Бердяеву это не близко. Да, ты знаешь, это очень действительно тяжелая штуковина. Я помню, недавно, еще совсем недавно, налоговую отчетность нужно было сдавать на дискете. Нужно было приходить в налоговую, выстраивать какие-то страшные очереди. Дискеты-то погибли уже и умерли. Но отчетность живет. Да, но отчетность живет, и необходимость ее сдавать есть до сих пор у каждого индивидуального предпринимателя. И Тинькофф Бизнес, слава богу, решил эту сложную задачу. Каждый ИП в своем онлайн-банке через Тинькофф Бизнес может с легкостью сдавать налоговую отчетность. И, в общем-то, даже не нужно нанимать собственного бухгалтера. Это очень приятная и удобная функция, которая доступна всем пользователям Тинькофф Бизнеса. Подключайтесь. Таким образом, каждый индивидуальный предприниматель может почувствовать себя Бердяевым. Там вот есть кусок, вот это большое свободное. Получается, нет, на помойку. На помойку мы едем? Нет, ну раньше там у нас свалка была, называется на помойку. Там раньше дойка была. Мы когда ехали сюда, обсуждали тему того, что это такая фантасмагория, реализация главной фантасмагории этой территории. Но на самом деле, когда с ним общаешься, как-то кажется, что все так ладно, складно. Мне кажется странным, то есть кажется очень логичным его позиция на самом деле. То есть она необычная очень, но вполне себе логичная, если исходить из его логики. Мы ездим по области для того, чтобы доказать, что дважды два-четыре. Если ты хочешь что-то добиться, ты этого добьешься. Он доказывает это. Удивительно. Как полна русская земля интересными людьми. А лево? Похоже на то. Пробеда знак как-то так. Знак какой-то, да, хилый. На Дальний Восток, да? Хочешь, хоть снежку. Да. Интернет тут очень быстрый, в Найксинге. Между прочим. Поверните налево. Легко сказать, а где тут налево повернуть? А, вот. Дорога такая уже. Не ахти. Началась, мягко говоря. Понаехали тут. А еврейка не резиновая. Приехали уже, что ли? Вот это все? Я сейчас сравну. Это вот эта дорога сейчас? Угу. Международный аэропорт Филипп Голдсон. Белиз. Что, Южная Каролина? Кентукки? Калахома, Соединенные Штаты Америки. Приехал на место, а фиг поймешь, куда приехал. И главное, вот у меня есть карта. Я хочу посмотреть. Почему они не встроят на сайт? GPS. GPS, да. Какое-то возможность по координатам определить. Он же пишет, ничего не найдено. Ничего не найдено. Мы где-то очень рядом. О! В общем, мы не тут, где нам нужно. Нужно чуть-чуть проехать. Куда? То, что мы не можем найти себя на карте, это, конечно, просто вообще... Эпик фейл. Да. Оно. Точнее, мы не поймем. А у меня как раз сел компьютер. Точнее, уже точно не поймем. Ты сейчас в какую-нибудь яму упадешь. Надеюсь, что нет. Неужели приехали? Ехали, ехали, приехали взять монополе соя. Кто-то здесь посадил сою. А это в этом году посажено? Конечно, в этом. Вот смотри. Ну и что, она не могла в прошлое год здесь стоять? Или в прошлое год? Какого? Нет. Видно, что ты силен в сельском хозяйстве очень. Законно, незаконно, но мы точно знаем, что это поле на сайте определяется как свободное. Ну, это к вопросу о нашем разговоре про сайт, потому что, конечно, это большая проблема. Даже если сайт прав, это поле ничейное его можно брать, то явно... Будут проблемы с местными, да. С местными жителями. Которые здесь нелегально эту сою засадили. Да. Ну, в общем, кстати говоря, вот эта тема конфликтности. Вот я как переселенец и я как местный житель, да, вот, можем вступить друг к другу в конфликт. Потому что я как местный житель нелегально взял и захватил землю. Ну, я, может, это делаю уже 20 лет, может, 30 лет. Может, из поколения в поколение использую эту землю, но не оформил. Ну, приехал, конечно, какой-то москвич, Митя, и такой говорит, это поле, где вы сажали сою испокон веков, теперь я отдаю под арт-резиденцию и поселю там грешковца. И как на это будет реагировать местный? Все говорят, ничего здесь нельзя сделать. А находится казак-еврей, который возвращается из Израиля сюда и здесь доказывает, что здесь все, что угодно можно сделать. Ну, в общем, смысл в том, что сделать здесь можно все, что угодно, если только захотите. Мы абсолютно в этом убедились. Желание у нас есть, это точно. Да, и даже вроде бы поле есть. Теперь осталось его отвоевать, а потом сидеть и защищать. Но на этом мы наймем казаков. О, кстати, да. Ну, а вы подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь. Ставьте лайки, нажимайте колокольчик и обязательно оставляйте комментарии о том, что вы вообще думаете про нашу сумасшедшую затею. Присоедините ли вы к нам и будете ли вы в этом участвовать. Что происходит? Вы к нам приехали. О, слышишь, местный приехал. Я не хотел это поле брать, нет. Мне оно не нужно. Ну, пойдем поговорим с ними. Это если они стрелять не начнут. Здрасте. Здравствуйте. А вы местный? Да. А вы знаете, чье это поле? Мое. Ваше поле. Прекрасно. Здравствуйте. Не знаю, почему нету, но у меня есть документы на него. То есть оно ваше? Да. Да, я не знаю, как это все делается там. Я, в принципе, не сильно в компьютерах и в сайтах этих. Я знаю, что у меня есть документы. Ну, ладно. Разочарование, да, опять? Да. Ну, что? Ну, я сказал, что это мое, да? Ну, вы же не убьете меня. Не плавидировали, нет? Я вас убивать не собираюсь. Потому что это самое. Отпустило как-то, да? В принципе, так же, мужики, оно. И все. Вот вся Россия. Так что. Ладно, удачи вам. Да. Да и вам тоже. Урожаем. До свидания. Я прошу. В общем, конечно. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...